лет 15 я наверно не ездила на электричке но сегодня прокачусь мы отправляемся в араньинбау но по дороге мы сойдем с электрички и прогуляемся по сергиевке это заброшенное имение и заброшенный парк но очень атмосферный красивый и я думаю что там прям как мы любим очень мало людей вот но затем поедем сам в араньинбаум чем он примечатель этот меньшиковский дворец этот дворец абсолютно не пострадал во время великой отечественной войны поэтому сохранились подлинные интерьеры дворца потрясающий парк сад так что я думаю будет очень красиво поехали а а а Честно говоря, судя по фотографиям, наши ожидания по масштабу были несколько больше. Но все-таки надо помнить, что Рененбаум построен Меншиковым в Петровские времена, а тогда все было несколько меньше. Буквально через пять дней после того, как было закончено строительство, была освящена церковь, Меншикова сослали в ссылку, арестовали за казнократство, и, в общем, сложная судьба у этого дворца. Хозяева менялись, но в следующем тем, кто снова начинал вливать сюда вложения и развивать дворец и жить здесь, был Пётр Фёдорович Пётр Тесий, супруга Екатерины Алексеевны, которая потом известна нам как Екатерина Вторая. Поэтому здесь очень много времени они жили, были другие собственники, конечно, интерьеры как-то менялись, но, тем не менее, здесь не было фашистских оккупантов, поэтому и интерьер, и фасад сохранились в хорошем состоянии. Гуляемся с вами по Верхнему парку. Здесь есть несколько прудов и дворцов, конечно же. Но мы уже внутренней экскурсии не пойдем. Много чего здесь реставрируется, поэтому есть такое ощущение небольшой стройки. Ну, эти, как всегда, приветики. А у нас ничего нет. А у нас нету ничего. На мой взгляд, самые эффектные дворцы и павильоны, это именно в таких цветах небесно-голубой оттенок с белым. Очень красиво смотрится. Огромные площади. Свежескошенные травы. Запах непередаваемый. Мы подошли к китайскому городцу. Все пристают куточки введные. Тут вот такой интересный каменный... Ну, не лабиринт, конечно, просто аллея. Еще пока у нее зацвели растения, но мне так даже больше нравится. В Арнинбауме достаточно большой парк, несколько прудов, много-много длинных тропинок. Ну, цари и императоры здесь совершали конные прогулки, охотились в том числе. Сейчас вроде как тоже здесь стараются разводить тех же самых животных, которые были. В целом, я думаю, обязательно стоит сюда заглянуть, если вы уже были в самых известных местах Петергофа или Пушкиня. Обошли парк. Ну, не весь, конечно, но по периметру точно. Посмотрели самые большие пруды и вернулись к большому Меньшиковскому дворцу. Вот как он выглядит с этой стороны. А это Нижний пруд. Мы уже возвращаемся на станцию. Как раз этой дорогой к ней можно попасть. Леша завел меня в настоящий лес. Просто мечта маньяка, вы посмотрите. Ну, то есть тут... Вот там буквально станция университетская. Мы на ней сошли и оказались в парке Сергиевка. Главная особенность перед тем, как посещать какие-либо наши музеи и дворцы, убедиться в их режиме работы. То есть изначально мы планировали сначала в Сергиевку заехать, а потом оказаться в Варанинбауме. Оказалось, там экскурсии только продажи билетов до 3 часов дня. Экскурсия сама там вроде как 12. И в итоге, когда мы сошли с электрички, мы буквально очень быстрым шагом, чуть ли не бегом отправились, чтобы успеть на эту самую экскурсию. Успели, всё хорошо. Но, скажем так, это не совсем уже спокойная прогулка была. И сейчас поэтому мы на обратном пути сошли на этой станции. Лес здесь самый настоящий. Очень красивый. Но, справедливости ради, надо отметить, что здесь есть люди. Достаточно много. Просто, когда мы проезжали мимо, тут просто лес, и Алёша говорит, нам вот туда. Я думаю, туда-туда. Можно ползать здесь. Нет. Продолжение следует... Сергиевка, она же усадьба Лихтенбергских. Великую Отечественную войну была разрушена, и, собственно, никто ее больше не восстанавливал. Но разве что парк облагорожен, и теперь здесь можно гулять. На самом деле здесь мне очень нравится. Настоящий лес, большой пруд. Чувствуется, что ты на природе. Смотрите, рыбы сколько! Это кто? А вон там еще они. Так, там дедушка как раз ловил. Говорит, ходят табунами, и правда, смотрите, как они заплывают. Они клюют. Смотри, как много. Первая развалина на нашем пути, но без каких-либо обозначений. А вот там виднеется сама усадьба. Мне кажется, мы все-таки реставрировали, смотри. Как будто даже зайти не можно. Вообще-то здание принадлежит институту, и видно, что там внутри что-то есть. То есть оно как бы не совсем, а прям заброшено. Отреставрировано даже с одной стороны, с одного угла. Но что-то в этом есть. Потому что он, как он был, такой и остался. И в нем не чувствуется этой бутафории, которую часто можно встретить на либо свежеотреставрированных зданиях, либо вот как мы были в Екатерининском парке, и там вот эти наводчи-то... То китайские какие-то мостики, то еще что-то. Вот мне такое не очень нравится. А вот такое нравится. Потому что это все по-настоящему. Тут тоже что-то было. Тут же сад с крючом. Да, здесь был сад с крючом, с виноградом. А здесь дорога. А дальше Финский залив. Сейчас мы спустимся по этой лестнице и направимся к такому главному артефакту этого парка. А вот тот самый артефакт. Огромная голова. Ну, по всяким преданиям и не легендам, а как слухам, считалось, что у этого огромного рыцаря, или кто там, закопано целое тело, такое же огромное. Но это неправда, это просто голова. Ее видел еще сам Пушкин, и даже посвятил ее некоторые строки. Такая большая. А еще те, кто живет в Петербурге давно, говорят, что раньше было видно губы, да, по-моему, этой головы. То есть она постепенно все ниже и ниже опускается. Поэтому обязательно приезжайте, успейте увидеть ее именно в таком состоянии, пока она полностью нет лапа земли. По поводу трансфера. Мы получаем сегодня целый день путешествия на электричке. И могу смело рекомендовать этот вариант, если вы собрались в Петербург, в Орненбаум, в Сергиевку, и, по-моему, даже в Гатчину тоже на электричке удобно, куда мы скоро отправимся. А Сергиевка нам, наверное, понравилась даже больше, чем Орненбаум. Там, понятно, идут восстановительные какие-то работы, но все равно как-то он не покорил. Как вам эта прогулка? Делитесь в комментариях. Ну, а мы увидимся в следующем видео. Пока!